Воскресенье Вернее, не так Всем привет Всем привет Воскресенье, время 12.14 Ну, конечно же, как всегда Кого я ждала, вы думаете? Мастера, который обещал Воскресенье приехать, потому что В субботу у него был выходной Он себе так его захотел При том, что он четверг и пятницу работал только до обеда Потому что у него были Дела Потом уже, как выяснилось В субботу он тоже отдыхал, потому что у него дела Сегодня воскресенье У меня выходной Его сегодня тоже нет, потому что у него сегодня дела Блин, у него дела Я об этих делах, почему я об этих делах Узнаю Сейчас я на себя переведу Почему я об этих делах Узнаю только в 12 часов дня Это было в прошлое выходной Воскресенье Тоже я о его делах О том, что он не придет Узнала только в 12 часов дня Блин, при том, что я человека прошу, пожалуйста Если ты не приходишь Напиши об этом заранее Ты же заранее знаешь о том, что ты не придешь Да, заранее При том, что я знаю его страничку ВКонтакте Я вижу, если он сидит до 4 утра Но это я уже недавно только об этом узнала Значит, завтра он не придет Но, по сути Представляете, в 4 утра он ляжет спать То есть это 5, 6, 7 Ну, там пару часов буквально поспать И прийти на целый день вот так, чтобы работать Это сложно Вчера я не посмотрела о том, что он сидел ВКонтакте Я узнала об этом уже позже Только сейчас у него было добавлено еще несколько там Непонятных таких страниц Ну, групп И только вот поэтому я узнала Что, скорее всего, он знал уже вчера о том, что он не придет Блин, это обидно Это очень сильно Блин, я такая злая Я не знаю, это что-то с чем-то Я и так целыми днями сижу дома с ребенком Никуда не вылазив Никуда не выхожу Блин, он об этом знает Прекрасно Короче, вот так Ладно, мы с вами идем гулять Сейчас я быстренько кушаю салатик Который мы делали с вами вчера Немножко я вас загрузила Посмотрим сейчас на сколько На целых 5 минут Вот видите, я не могу болтать мало Меня растянуло аж целых на 5 минут Ну, слава богу, хоть не 5 часов И пойдем с вами гулять Все, пойдемте Большие горы Снега 2021 год Снега больше Вот тут прям сугробики такие, смотрите Сантиметров 50 Но в детстве, вспомните, было больше, да? А это вот по чищению, скорее всего Надо было другие сапоги одеть И забраться на меня Как царь горы Царь горы Заплываю здесь книги, конечно же Как всегда Что тут поставить Сон, кстати, присоединился недавно Как будто я там в домике, в этом хочу оставить не книги, а котенка Оставить ночью Якобы ночью умрет Что-то такое, короче И я что-то решила не оставлять Решила не нести Типа это у меня в голове Проявилось, типа, как книги Это какой-то котенок, которые живые И оставлять их нельзя Но мне эти книги не нужны уже Всю информацию я как-то додумываюсь сама Как бы это так было всегда Я к этому привыкла Там какая-то информация о ребенке есть Я показывала вам Журналы роднулечка Но, блин, за эти три с половиной года Плюс беременность Я ни разу не посмотрела В этот журнал Проще найти, действительно, в интернете Набрать проблему И ее прочитать В более раскрытом состоянии Чем в этой В этом журнале В котором, кстати, написана Не раскрытая информация А так Где-то 10 строчек Сантиметров на 10 Ну, блин, смысл Не знаю, зачем я их копила Думала, будет тяжело с ребенком Будут какие-то определенные Создаваться проблемы Но я эти проблемы как-то решаю сама Как-то додумываюсь И Вам записываю заодно ролики Чтобы вам не Искать Эти Возможные решения Проблемы где-то там В интернете Непонятно, кем написаны А так хоть более-менее Более-менее проще Сегодня очень теплый день Такой-то Теплый Как будто Весна наступает Все капает у нас Кругом капельки Сейчас пыталась капельку заснять Девушка без шапки даже Чем больше бережешь свои волосы Чем хуже они относятся к тебе Так я уже, кстати, заметила Не первый год Почему-то по этой Маленькой теме Можно отнестись Ее, вернее, это маленькие эти слова Отнести Ко всему Происходящему Такой-то у нас здесь есть парк Здесь начинается Московское шоссе Вот прям вот отсюда С такой галочки Там продолжает Мичурина быть Улица Живем в самом центре Лавочка такая Широкая Для больших спинок Спин Спин Больших спин Сегодня у нас ролик Опять получится Глиндом, походу Что-то у меня не получается Не знаю Писать короткие ролики Не знаю почему В чем проблема Наверное, слишком Болтливое что-то стало Какие-то мысли свои записывают Постоянно на камеру Не знаю Напишите в комментариях Что не так-то у меня А? И почему вы не смотрите Мне непонятно Ну? Ну, пожалуйста Прищепка Прищемила Лавочку Широкая такая лавочка Люди на меня смотрят Одиночество Там домик Книжечки я не взяла Не знаю Может книги просто не хотят Через сон мне дали понять Что не хотят уходить от меня Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа В основном уголовный кодекс, там что-то такое, короче, статьи, там все такое. В основном были такие, были две. Одна книжка по психологии Нарбеков, а вторая нумерология про циферки. Давно искала, честно говоря, такую информацию, но в интернете сложно найти правду. Почитаем, посмотрим, если не понравится, сверну обратно, у себя держать ненужную книжку не буду, а в интернете, а тут и в интернете. Сейчас переписывала с подружкой, и подружка мне наконец-то разрешила, там еще кто-то кладет что ли, разрешила завести крысу. Я попала вовремя, вовремя подошла посмотреть книжки, как будто это было так нужно, как будто вот эта женщина шла, торопилась, бежала просто, как будто пришла какая-то информация о том, что книги положили. Может она еще что-то положила? Вот такой штуке, кстати, реально найти. Довольно хорошую книгу, она что-то кладет по-моему. Я так нашла детскую книжку «Родничок», давно ее искала, купить ее было дорого, что-то стоило рублей 500 что ли, 500 или 600 она стоила. А вот такой вот штучки, правда, в другом месте нашла. Сейчас я походу опять пойду смотреть книги. Может быть, что-то положили, там классное. Ай, нет, там женщина сейчас зайдет. Сейчас она что-нибудь возьмет там. Или нет. То есть, в принципе, там можно найти довольно интересные книги. Но это надо выходить часто. Приходили бы они по времени. Жаль, что нет бесплатного рынка. Где ты приходишь и можешь взять что-то, что тебе нужно бесплатно. Я больше много туда вытащила. Взяла бы оттуда. Там, кстати, женщина положила вентилятор. Маленький вентилятор настольный. Ну нет, я его не буду брать. Как-то уже привыкла обходиться без него. Мне не нужно особо. У меня большие есть. Лишние вещи зачем нужны. Здесь птички. Выйдет, наверное, отдельным роликом. Они так классно поют. Знаете, жалко, что есть еще фон дороги. Очень жалко. Мне, знаете, сейчас на секунду захотелось снова попасть куда-то в деревню. Здесь сейчас солнечно, тепло и классно. Чтобы так вот для вас записать пение птиц. Что-то такое. Блин, как жалко, что у меня нет машины. Ну ладно, машина пофига. Нет какого-то домика в деревне. Как бы я села, дожила на автобус, например. Кусок сала, что там подвезли. Села бы на какой-нибудь автобус и просто доехала бы до деревни. Или на какой-нибудь окраине. Возле леса. Такого-нибудь. Ну вот просто шикарно. Представляете, вот так вот. Березки растут, деревья. Берез какой-нибудь. Вот так выходишь, залазишь в какой-нибудь там мешок такой теплый. Который с каким-нибудь подогревом. Да. С подогревом через УЗБ. Как его внешний аккумулятор. Пауэрбанк. Пауэрбанк. Да, через который вот греется. У меня такая мечта. Такой теплый, теплый, теплый. Который полностью, ну и хотя бы попку обогревает. Ладно. Полностью жирненько будет. Так вот садишься. И видишь вот так вот природу. С чашечкой кофе, которая быстро растывает. Вы знаете, что я не люблю горячее. Которая такая дымит. Какий-нибудь там лес. Ну не город, а холмик какой-нибудь. Лес. И сидишь так и отдыхаешь. И любуешься на все это. С подогревом. То есть вам не становится холодно. Вам тепло. Где нет шума дороги. Летают какие-нибудь птички. Вдалеке бегают олени. Ну ладно, ладно. Это я уже заговорилась. Олени. Ну хотя в принципе честно говоря олени лучше, чем кабан пробежащий. Или медведь, например. Если побежит медведь, то вы наверное в этом мешке убежите. У вас сразу появится не одна нога, а сразу пять ног. Ну да, было так красиво. И я в итоге все прервала. Всю красоту вашу, которую вы там размечтались. Но пение птиц, кстати, даже тут слышно. Вот представьте, даже если вот так вот без домов. Просто вот эта вот красота. Тут уже кто-то походил. Тут деревья. Даже вот так это смотрится красиво. Но тут будет покрасивее, наверное. Елочки какие-нибудь. Блин, как классно было бы, а? Вот уже знаете, зимой почему-то я уже мечтаю второй раз. Второй раз мечтаю о деревне. Маме уже рассказывала о том, что я мечтаю о деревне. О деревенском каком-то домике. Но, конечно, домик такой нормальный, в котором реально можно жить, ночевать, оставаться. В котором будет санузел. То есть не на улице, а именно ванная, душевая какая-нибудь. Именно в домике. Чтобы, знаете, вот этих вот всех мучений, как сейчас у нас на даче, чтобы их не было. Потому что у нас на даче и дом трескается. Расходится он этот дом пополам. Да, наш участок мне очень-очень сильно нравится. Дом нравится. Его строил мой дедушка. Строил перед своей смертью. Для нас, вернее. Вот. То есть, блин, мне все нравится. Но, как бы там есть огромное «но». Ну, допустим, это и есть вариант такой, что там нет воды питьевой. Это вообще, это самая главная проблема. Которую воду нужно постоянно таскать. Надрываться. И таскает ее, конечно же, я, моя мама. То есть, блин, это сложно. Допустим, если думать о будущем, зная, что когда-то эта дача будет моей, то мне будет очень сложно на автобусе притащить воду. Потому что водить я не умею и пока что не хочу, если честно. Потому что такие проблемы на дорогах случаются. Это все очень сложно. Поэтому, конечно, было бы проще, чтобы там уже была вода. Питьевая уже шла из шланга. Допустим, вот у моего дяди у них вода из шланга льется. Питьевая. Блин, она такая вкусная. Я не знаю, это что-то с чем-то. Ее можно, в принципе, пить. Не сказать, что не надо, но ее можно пить. Но она очень вкусная. Классная. Мне она прям вообще очень нравится. Она очень сильно отличается от нашей водопроводной. То есть, в городе. Она похожа на фильтрованную или даже нет. Она похожа на скважную, сквозную. Короче, как-то так. Очень вкусная. Блин, если бы вода была, может быть, это было бы все супер. А так все равно родители собираются продавать дачу. Может быть, если продадут в доме какой-нибудь, в деревне, надеюсь, купят. В котором будет не проблематично доехать. В котором, например, будут ходить автобусы. Ну, пускай не каждый день, например, автобусы ходить будут, а, не знаю, там, три раза в неделю. Или понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье, например. Или без понедельника, среда, пятница, суббота, воскресенье. Без разницы. Или каждый день, если вообще будет шикарно. Смотрите, как красиво. Вон там, кстати, или береза. Нет, по-моему, Плакучиева там была. Всегда была там. Вот так вот. Такое у нас тут красивое место. Естественно, маленькие мечты. Несбываемые, наверное. Наверное, несбываемые они. Хотя, может быть, когда-нибудь они избудутся, если, конечно, стараться идти к этому. Потому что сами по себе они точно не избудутся. Само по себе ничего не бывает. Старый какой рюкзак. Женщина. Снимала я контент свой. Блин, солнышко ушло. Тут что-то как-то прям быстро так появилось. Буквально пяти минут, по-моему, не прошло, как она появилась. Проходил мимо мужчина. Говорит, кино снимаете? Ха-ха-ха. Кино снимаете? Я говорю, да, кино. Меня так неожиданности прямо отвлек. Я аж взрогнула. Ну, вижу, что народ там ходит. Здесь тропинка же. Ну, так неожиданно. Здесь, кстати, тупик. Оказывается, я с той стороны сначала прошла. Хотела зайти. Оказалось, тупик. Здесь тоже кто-то поет. А, это вон птичка поет. Подожди, это синичка что-то поет. Там римовит, наверное. Там мамаша танцует. Где она? Вот она. Там мамаша танцует. Нет, это я, не она там поет. Так красиво. Кто может быть там? Там мамаша включила музыку и танцевала. Смотрелось интересно очень. Кто ж так поет? Спрятался ветвь из деревьев. Дерево. И поет там. Неужели так синичка поет? Ну, по всей видимости, синичка поет пока. Вот. Так вот мы с вами гуляем. Все тут капает. А завтра будет гололед, небось. Это была синичка, представляете? Это она так красиво поет. Так звонко. Надеюсь, что вам было слышно. Солнышко ушло. И, конечно же, я начала замерзать. Хотя, честно говоря, так не хочется уходить. Жаль, что у меня нет такого утепленного пледа. Я бы сейчас посидела бы еще. Ну и, наверное, пойду в магазин. Покупать продукты. Потом занесу их домой. И потом пойду за Димочкой к бабушке. Все капает, капает. Внизу там тоже все капельки. Всякие, всякие капельки. Капелюшечки. Сейчас взбухнулась огромная глыба. Я сейчас на самом углу, где девятка стоит, черная шла. Или восьмерка. Как она с этим бровком упала? Это было что-то. Не знаю, куда бежать. Вперед или назад. Даже сориентироваться сложно. Здесь я обнаружила коллекцию машин. Как выглядит коллекция машин? Это когда машина одной и той же фирмы. Их много-много-много. Видите, они все одинаковые. Вот. Это коллекция машин. Выглядит она вот так. У всех, кстати, номера есть. У всех разные номера. То есть человек реально коллекционировал. Очень долго. Там ворона кушает. Давай. Все, лети. Вот она коллекция. Видите, какая? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять машин. Это уже коллекция почти. Большая коллекция. На десять миллионов почти. Или на пять. На шесть. На шесть. Ну, смотрите. Вышла из магазина. А тут солнышко уже. Несу полный рюкзак тяжеленный. Набрала на шестьсот. Вот рублей всего лишь. Не как пятерочки. На семьсот. И там три вещи. Посмотрите вам. В розыске. Какой-то мужчина или парень нерусский потерялся. Вышел в магазин, наверное, и не вернулся. Как это обычно бывает. Такое солнышко. Такое оно тепленькое. Без солнышка, конечно, гораздо холоднее. Да? Да. Раз, да. Что-нибудь туда пошло, что ли? Оттуда вообще-то. творится, все. До нее особенно. Что поис燃. Для залога ligne солнца есть. Да trotzdem Cummins. Жив brotherlyILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILIL а Roh t и distributeds international battle只 incident aromas mä com deaş спорт увидим. кто. Там как будто то ли что-то пилят, то ли самолет летит. Тут вороны. Кричат, что-то они прямо на этом углу дома. Очень громко, особенно громко кричат. Как будто там что-то случилось. Там где-то шум дороги. Вон там собачки дрессируются гавкой периодически. Солнышко. Все, полетели? Полетели. Тут человек, шага. Вот так вот в городской суете. Обязательно надо. Вот так иногда в парк пришел, остановился. Даже не в своих мыслях, а просто прислушался к тишине. Городской полетели. Там вдалеке лежит огромная колбаска, похожая на какашку. Вот она. И люди так интересно на нее смотрят, улыбаются. А некоторые проходят мимо. Как будто бы не видят, например, как этот человек. Мусор. Холмники. Можно было бы заснять прекрасный, наверное, пранк. Эдвард Билл бы, наверное, точно с этой какашкой бегал бы. И всем бы, наверное, мне предлагал. Это не ваше? Это не ваше? Хорошая прям. Там непонятно. Только колбаса лежит коричневая. Только кашка. Но она там лежит. Это прикольно, кстати. Здесь особо встать негде. Чтоб вот так эмоции заснет людей. Шашлычком там пахнет. Они улыбаются. Они реально улыбнулись, когда увидели эту какашку. Это что-то нереальное. Пранк, конечно, получился бы шикарно. Нужно бы как-нибудь на будущее запомнить такой момент. Поснимать эмоции людей, как это, в принципе, я люблю делать. Смотрите, у трамвая тоже грязно. Я думала, там у дороги грязно, потому что грязь светит. А здесь непонятно, откуда у трамвая грязь. Тоже выхлопная труба, что ли, есть? Странно как-то. Откуда столько грязи по бокам? А там солнышко. Смотрите, как классно. Вот эти деревья, кстати, вишенка. Какие корявые и красивые. Три штуки. Четыре. Три штуки со спины. Три штуки. Три. Четыре. Три. Четыре. Лаваш томатный, лаваш сырный, или кто-то пришел, раскладываем продукты, аккуратно только на стол клади, помощник, Дима, помощник мамин, да? Пришли мы, забрала его от бабушки, бабушка, как всегда, полный рюкзак вон дала, грейпфрут, ну давай на стол кладем, ладно, на стол, какая умница! Это что? Яблоко. Гранаты, вот тут придерживай, вот тут за мешочек, чтобы они не выскочили, вот, молодец какой. Какие тяжелые. На стол клади их, тяжелые они для тебя? Тяжелые. Здесь что смотри? Груша. Груша с мандаринами, да? Я еще сок купила такой банановый, он тяжелый. О, а тут кто? Ой! Что там? Так, свет, так, ума. Все. Ну, клади на стол, на стол, на стол, на стол. На подоконнике уже места нет, я уже до Димочки сбегала в магазинчик, все купила, и вечером покажу вам, сделаю обзор. Тут у нас чашка, по-моему, снизу ее придерживай, снизу тоже, вот так, неси. Все. Давай холодный сок. Холодный? А. И сок, мама, смотри, какой купила нам с тобой. Все. Здесь у нас что-то творожок, по-моему, здесь котлеты, рыбка, грейпфрукт, это, наверное, мне. Гранаты Димочки, девчонки, запеку, наверное, его с майонезиком. Здесь. И тут бананы купила я. Это ладно, попозже вам сделаю обзор, чуть позже. Расскажешь? Воду, да, надо открывать и заливать туда воду. Как это называется, штуковина? Штуковина, это, это, киси. Ручной отпариватель, это вот маме прислали подарок, такой вот, смотрите, за обзор, который я выложила на YouTube. Бесплатно прислали. Прислали абсолютно бесплатно. Нет, не покажу бумажку, там мой адрес написан. И вот так, открывается вот так. Правильно, ты даже показал правильно, как она открывается. А что отпаривать, что надо им? Оттуда лисит, так лисит, лисит, так туда и лисит, и всё. Ну, налить в воду, а дальше что? Дальше я разбавлю так и в воду, я так. Разбавить? Разбавить, а не в воду я. Чем разбавить? Эти ложкой я разбавлю. Ложкой разбавлю, и что дальше? Ложкой я разбавлю, вот это. И что дальше? Дальше, опять лисит, надо разбавить ложкой. Ещё надо налить и снова разбавить ложкой, да? Да. А потом что дальше? Это опять залить и розетку разбирать Это что, и так до бесконечности? Да, это и петель, а другая Нет, подожди, подожди, а у нее же есть вон вилка Это значит в розетку втыкается В розетку втыкается Ну и что? Вот тут втыкается и розетку эта музыка мешает Музыка мешает, да? Да Ну воткнем ее в розетку, а дальше что? Вот эти тоже жидкие Ну Так он же отпаривает, значит он отпаривает что-то? Из него, наверное, пар вот тут вот выходит Вот тут вот пар выходит, такой Как трубу мы с тобой сегодня видели Только там дым, а тут пар, да? Он одежду отпаривает Чтобы одежда была ровненькая Можно утюгом погладиться, а здесь можно Отпаривателем, да? Отпаривать Да? Да 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 Казиавка Овал кутица Да Да И так овалит кутица и так М-м-м-м М-м-м Ах, ну сауа М-м-м